Субтитры сделал DimaTorzok Если в предыдущем сюжете сейчас эксперты рассказывали о том, как, соответственно, подготовить своего ребенка к лагерю, как к этому расставанию длительному, я помню лично для меня это тоже был большой шок в свое время, ну и думаю для каждого, то есть вот уникальные лагеря, которые специализированные, то есть на обучение либо языка, либо определенного предмета, чтобы подготовиться к старту школы следующего учебного года. Но и вместе с тем дети живут-то дома с родителями, вроде бы и в лагере, но и с родителями. Как функционирует ваш лагерь и, соответственно, как долго? Совершенно верно. Это дневной формат лагеря, который позволяет детям мягко адаптироваться, потому что у них будет возможность когда-то поехать в лагерь на более продолжительный период. Полноценно уже. Да, полноценно, а возможно в будущем поехать в лагерь за границу, кстати, языковые лагеря за границу сейчас получают огромную популярность, но к этому, ко всему действительно нужно подготовиться, поэтому дневной формат лагеря, он идеален для этого. Вот дети приходят с утра, проводят лагерную программу интерактивную, то есть они получают в данном случае там уроки английского, они получают креативные мастер-классы, творческие, развивают свои навыки, вот, и вечером уходят домой. Если мы говорим о таком лагере, то общение на украинском, на русском, на английском как происходит? У нас лагерь англоязычный, поэтому мы обеспечиваем максимальное погружение в английский язык и общение происходит на английском языке. У нас дети с понедельника, с начала заезда, мы их разделяем на группы по уровню знания английского для того, чтобы примерно понимать, как уже строить диалоги с ними. И, естественно, по возрасту, чтобы им было интересно между собой. И максимально обеспечиваем общение на английском языке, и персонал лагеря между собой общается на английском языке. Ну, естественно, когда у деток возникает какая-то сложность, да, с восприятием, им сразу же подсказывают. Если мы говорим вот о таком лагере, с какого возраста лучше всего отдавать ребенка, и предварительно нужно ли проходить какие-то курсы, или достаточно вот того уровня, который дают там в школе? В уровне английского, да, между собой? Смотри, нет, на самом деле у нас тематическая система, то есть проектная, одна неделя – это одна тематика. Мы выбираем, например, тематику средств массовой информации. В рамках этой тематики строятся занятия английского языка, в рамках этой тематики проходят мастер-классы ежедневные. Мы что-то создаем, пишем статью, снимаем видеоролик. Ну, это если говорить о неделе средств массовой информации. Соответственно, вся лексика и вообще весь уровень потребления материала, он одинаков для всех деток. И даже если у них несколько отличается уровень знания на входе, то им понятно и интересно в рамках одной недели. Им не нужно переключаться, им не нужно обладать специфическими знаниями какими-то. Поэтому в целом нет барьера. Ты приходишь, тебя определяют в некий либо одна группа, либо другая, либо третья, в зависимости от уровня знания и возраста. И дальше ты уже живешь в этом интерактиве, и в течение недели создаешь что-то, какой-то проект в конце недели. Если это стационарный лагерь, то чаще всего там дети от 18 дней, точнее до 18, у каждого свой какой-то период, они там пребывают. И, соответственно, со смены в смену повторяются тематики и все остальное. Как здесь, в этом лагере? Можно все лето с вами отдыхать и обучаться, потому что каждую неделю новая тематика? Или есть определенные ограничения по времени? Нет, у нас заезд длится одну неделю, с понедельника по пятницу, и у нас на лето рассчитано 13 уникальных тематик. Соответственно, каждую неделю новая тематика, и детки могут приходить хоть и каждую неделю. И в любую неделю лета, когда бы ни пришли, они попадают в новую увлекательную тему, и в ней уже... Я предлагаю прямо сейчас сделать небольшой обзор детских лагерей, которые есть. После этого мы вернемся и продолжим эту тему. У вас, друзья, есть возможность, напоминаю еще раз, во время эфира, еще 2 часа у нас будет эфир, звонить в студию, ну и получить свои подарки. Англійська мова сьогодні в пріоритет, тому чимало дитячих таборів націлені на її поглиблене вивчення. И в нашему місті теж діяло таке місце відпочинку. До его работы были залучены 13 студентов-волонтеров, 6 вчителев английской мовы и волонтеров из Туречкини Огужан Пінар. Дана идея належит международной организации Go Global, которая предлагала всем украинским школам в минулому навчальному году взять участие в конкурсе творческих відеопроектов. Нам нужно было изнать видео, в котором мы презентовали работу нашего глуманного табора минулого лета. Ну и, соответственно, за результатами этого конкурса мы потрапили в другую хвилю отбора и получили возможность запросить до себя в гостей, в работу в этом таборе волонтера из другой страны Европы. Дети занимались на свежем воздухе, спілкувалися с волонтерами, долали мовные барьеры. Это интересный опыт, и нам нужно было подтянуть английский язык. А еще интересно встретиться с волонтерами. В прошлом году он тоже, это был первый раз, и к нам приходили только студенты, а в этом году уже и волонтеры из всей Украины, и волонтеры из Турции. В этом лагере мы работаем с детьми, мы как бы волонтерим, помогаем детям учить английский, играем с ними, и готовим стянку на закрытие. Еще один англомовный табор и система навчания «Инша». Тут полностью выкоренюют русские слова и пытаются хоть на пальцах и англійською пояснить те или иное понятие. Спевработники табору запевняют, что уже через несколько дней дети будут хорошо понимать другую мову и не чувствуют дискомфорту. Мы работаем по американской и британской модели тех лагерей, которые есть за рубежом. Мы используем коммуникативную методику, игровой подход. Игры мы берем, которые развивают так называемые soft skills, то есть это критическое мышление, умение разговаривать с людьми, умение выходить из сложных ситуаций, гибкость. То есть все наши игры направлены на то, чтобы детей развить как эмоционально, так и физически, а не просто хорошо провести время. Малеча від такої системы в захвате. Мы собираемся в этой комнате и играем в различные игры. После этого мы садимся по местам и у нас урок. Затем идем на свежем воздухе гулять, играем в различные игры, там веселимся. Англійсько-англійською та в сучасному суспільстві треба розумітися на новотних технологиях. Саме для этого существует компьютерный летний табор. Его участники за допомогою компьютерных программ створяют собственные проекты и втелиют их в жизнь. В этом году у нас есть изменения с парусным спортом, который связан. Также наши дети в этом году в нашем летнем компьютерном лагере занимаются с преподавателями по актерскому мастерству, с преподавателями и артистами из театра Чкалова. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети развивались абсолютно по всем направлениям. В этом отличие. Наша снимальна команда потрапила и на вуличные тренувания игры титлахив. Есть такой вид спорта метание клавиатур. При нём проводятся чемпионаты мира. Это любимый спорт компьютерных специалистов. А мы не готовы. Ни клавида даже в сборной города нет. Поэтому сегодня мы тренируемся в фрисбе, а завтра мы будем тренироваться с клавиатурами и будем готовиться к таким соревнованиям. Смешным, но полезным. А что оно даёт детям? Во-первых, эти занятия у нас проходят в виде лекции по устройству компьютера. Мы берём компьютер, мы его разбираем. Я объясняю, или наш преподаватель объясняет, зачем нужен процессор, зачем нужна оперативная память, какие порты водовывода, какие разъёмы, какие интерфейсы, как вести себя с компьютером, как его не поломать, как его починить, как его собрать вместе. А сейчас мы встретим счастливых дитлых, которые отдыхали в чудових местах Миколаевщины. Два тижни они мандрували лесом и узнавалися усы таемницы природы. Участники этого табора не только милуются неповторными краеведами Букского гарда, а и учатся быть самостоятельными. Батьки задоволены и сами мечтают так отдыхать. Нам понравилось, что они спят в палатке, сами всё за собой делают, ходят в походы. И как ребёнок? Он очень доволен. Мы каждый вечер созванивались, он звонил, рассказывал, ему очень интересно. Там и по скалам они лазили, и убирали территорию. Ну, очень понравилось. Лагерь очень классный, понравилось. Понравилось. Много позитивных эмоций, развлечений, куча. Чем вы именно занёте, вы там приедете? Катались на тарзанках, носили воду, ломали трава, вечером перед огнем рассказывали страшилки на гитаре, играли. У литнему таборі дитина відпочиває, спілкується з однолітками і отримує необхідні знання у новому форматі. А в якому саме вибір за вами? Про один із таких варіантів, саме про мовний табір, мы говоримо із нашим житковим гостем, нагадую тим, хто до нас щойно доучився. А если мы говорим всё-таки о таком летнем лагере, да, это изучение английского языка, как происходит вот наработка лексики? Или только вот устно они это всё усваивают? Или тоже есть какие-то письменные, там, что-то читают, что-то записывают, какой-то словарь ведут? Есть ли такая работа? Ну, как такова академическая составляющая в рамках лагеря, она сведена к минимуму, но, тем не менее, каждый ребёнок в течение дня получает 4 урока. В рамках этих уроков, естественно, как уже говорилось, коммуникативная методика, поэтому больше на разговор, на преодоление языкового барьера направлена. Но, естественно, для того, чтобы закрепить эти знания и лучше усвоить, есть и письменные упражнения, они минимальны, но есть. И очень много дополнительных, так называемых, методических материалов, это аудиоролики, видеоролики, это, ну, потребление этого лексикона, да, то есть понимание произношения, даже сказки детские на английском языке разбираем, и, ну, как-то наша школа их делает, и мы их с детками прорабатываем. Вот, но больше, конечно, сведено к разговору и к игровой форме, то есть сами уроки проходят тоже в игровой форме. Но у нас целый день, полный контент, он идет на английском языке, это и мастер-классы, это и прогулка, это и танцевальная программа, все идет на английском языке, поэтому английского у детей более чем предостаточно в рамках. Есть мотивационная база, то есть это вот, например, вот такие футболки, да, которые в этом году обновились, их дизайн обновлен, тоже мотивирует быть супергероем англоязычным. Совершенно верно. В этом году у нас концепт супергероев, футболка действительно обновилась, прошлые четыре сезона это была оранжевая футболка, в этом году вот такие цвета, яркие, пестрые, заметные. Футболка дизайнерская, она разработана специально для нашего лагеря, она сшита специально для нашего лагеря в Украине, даже материал ткани специально подобран для того, чтобы он оставался тонким, не жарким, при этом держал форму и износостойко, потому что детки достаточно активный образ жизни в лагере ведут. Почему она такая маленькая, я тоже себе такую хочу? У нас есть разные размеры. Все, я к вам приду в гости. Да, и дело в том, что футболка очень важна, как минимум она мотивирует детей чувствовать себя супергероями, мы постарались визуализировать ее так, чтобы всем было здорово и приятно, вот, она важна в целях безопасности, потому как наши вожатые всегда видят деток в парке, они всегда могут их быстренько собрать, вот, провести с ними активность, ну и это просто клево смотрится. Я так понимаю, на себя я все-таки не натяну ее, но, друзья, хотя бы так вот примерю и вам покажу. Есть возможность у вас ее сегодня тоже получить. Вот такую вот футболку красную с синим. Ага, вот, есть звонок. Доброе утро, тогда мы говорим. Все-таки не натяну я на себя, все-таки я приду. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, а как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Руслан. Руслан, очень приятно, что звоните нам. Я так понимаю, вы звоните по поводу футболки или по поводу абонемента? А можно и того, и того для своего младшего брата? Ну, как решит и наши сегодняшние... Ну, давайте подарим. Окей, давайте тогда дарим. У вас есть такая возможность, только единственная просьба к вам. Расскажите, пожалуйста, про младшего брата, сколько ему лет? Ему 12 лет, он очень жизнерадостный и... Если мы говорим об английском языке, любит ли английский язык и изучает ли? Была ли у вас практика вот таких летних лагерей? Вообще практики летних лагерей у нас не было, английский язык вообще он изучает, он ходит на курсы. Я понял. Ну что ж, теперь будем надеяться, что будет знать английский еще лучше. Вам желаем успехов сегодня, хорошего рабочего дня. Ну и оставайтесь на линии, запишут ваш номер телефона, сконтактируемся после эфира. Вот так, отдали, 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 но я проанонсирую так же, что нам принесли очень много абонементов, поэтому каждое утро просыпайтесь с нами и выигрывайте вот такие абонементы на один день. Все очень просто. Звоните, рассказывайте о своих малышах, что же как, были ли они в лагере, ну и получайте абонемент на руки. Спасибо большое вам. Видите, в конец нашего разговора как раз и разыграли подарки. А нагадую еще раз, что мы сегодня спілкувалися и с Евгеном Погореловым, директором из маркетинга и технологий всеукраинской освещенности компании. Сподіваюсь, что это не остальная встреча в нашем эфире, потому что уже хорошая традиция, когда вы приходите, есть подарки.